Всем привет с Польши! Я нахожусь в отпуске в Польше, отдыхаю. Видео выйдут чуть попозже, когда приду домой, сделаю монтаж, и вы сможете посмотреть. Я расскажу про город, немножко поснимаю Балтийское море, так что скоро будет видео. Сейчас хочу поделиться своим мнением. Я уже здесь два дня, и за эти два дня я не видел людей, как я привык видеть в Германии, веженцев. То есть из азиатского региона или из африканского континента. Здесь их нет. Очень даже как-то для меня дико. Давайте я вам расскажу. В Германии находятся 500 тысяч человек, которые не имеют права находиться в Германии. То есть они не получили статус беженцев. Что это значит? Это значит, что они должны покинуть страну. Но эти люди получают от государства деньги, пособие 500 евро на человек плюс за жилье. Единственная страна в Европе, которая платит деньги тем людям, которые должны покинуть страну, это Германия. Не одна из стран в Европе, тем беженцам, которые не имеют права находиться в стране, никто не платит, только Германия. Почему вот как раз все хотят попасть в Германию? Даже если человек каким-то способом попадает в Германию, но ему отказывают, он все равно получит свои деньги. Это вообще нонсенс. 500 тысяч, ребята. Ежемесячно они получают деньги. Это в год выходит около 3 миллиардов евро. В Польше такого нет. Я вот вчера разговаривал с одним человеком, который здесь работает, 6 лет, и он рассказал, что в Польше правительство очень строго к иностранцам. Даже если человек захочет в Польше купить сим-карту для телефона, ему надо все документы предоставить, карту бытия. То есть это, я так понял, если перевести на русский, это, наверное, как прописка. Без паспорта, без прописки вам даже сим-карту в Польше не продадут. В Германии ты пришел в любой ларек, купил карту и иди. Тут, смотрите, как строго. Устроиться на работу то же самое. Без знания языка, без прописки, без всех документов вас не возьмут. Иностранцы сюда не приедут, потому что здесь платить не будут вам такие деньги, как Германия. Единственное, сделали исключение для Украины. Люди с Украины, они приехали сюда, потому что, ну, если чисто исторически посмотреть, ну, все люди русские, украинцы, поляки, это один народ, славяне. Да, как бы, окей, пускай приезжают, как бы, не различишь, да, вот, поставь поляка, русского, украинца в один ряд, не различишь. То есть, а вот другим иностранцам, которые вот из африканского континента или там из азиатского, поляки, они вообще очень строго, они не хотят, чтобы они сюда приезжали. И вот я здесь уже два дня, и я их не вижу, нет никого. Понимаете, как польское правительство строго следит за тем, чтобы люди сюда не ехали. То есть, столько разных ограничений для иностранцев, вы просто удивитесь. Я вот вчера с человеком разговаривал, он мне вот всю ситуацию разъяснил, это вообще классно, ребята. Они не хотят, чтобы здесь было, как в Германии, потому что, что сейчас в Германии происходит? Много преступлений, связанных с иностранцами. Раньше, еще лет 5-10 назад, по радио и по телевизору говорили, что иностранец совершил преступление. Сейчас же уже толерантность, говорят, человек среднего возраста, с темными волосами, боятся, потому что понимают, что народ уже немножко доведен. Они каждый раз участились изнасилования, преступления с ножевыми ранениями. Это в несколько раз стало больше в Германии. Откуда все это пришло? Это пришло вместе с беженцами. Я не против беженцев, но те беженцы, которые приехали в страну, они должны соблюдать законы этой страны, понимаете? А этого в Германии, я вижу, не происходит, потому что многие люди стараются приехать туда любыми способами. Сейчас вот вскрылась одна из... Ну, это уже, конечно, схема старая, была проработана. Через Грецию попадали люди в Германию. Когда беженцы попадают в Грецию, им дают 90 дней временную визу или бумагу, где они могут передвигаться по Европе. 90 дней. И за это время, ребята, что они делают? Они покупают билет из Греции на самолете до Германии. Стоит там дешевая авиакомпания в районе 100 евро. И летят в Германию. И уже в Германии подают все бумаги на предоставление убежища. Как вам? По европейскому закону беженцы, которые прибыли в первую страну в Европу, когда заехали, попали, они должны просить убежища именно вот в этой стране. То есть это, грубо говоря, Греция, Италия. Но там платят маленькие деньги, и туда никто ехать не хочет. И вот одна такая уловка была, это через Грецию прямым рейсом, самолетом, ребята. То есть беженцы едут с деньгами. Это не те беженцы, которые бегут от чего-либо. У них есть деньги. Они попадают в Германию. Сейчас наконец-то дошло до правительства Германии, что, блин, мы тут смотрим, у нас число беженцев за полгода привалило около 30 тысяч. Чисто самолетами прилетели. Ну как-то что-то не так, да? Наконец-то дошло до них, что что-то здесь неправильно происходит. Вот они теперь будут какие-то меры предпринимать. Просто я вижу разницу. Две страны рядом находятся, да? Какая у одной политика, и какая политика у другой страны. Противоположные направления. Вот поляки, они молодцы. Они не пускают сюда, кого попало. Хорошо, Польша беднее Германии, понятно, но все-таки Польша за целостность своего народа, чтобы народ здесь как бы оставался своим, польским, а не как в Германии. Потому что, ну согласитесь, когда люди приезжают ради денег в страну, зная, что их не оставят, потому что они не имеют права находиться, они не получат статус беженца, но они едут просто чисто за деньгами. Это называется социальное переселение людей. Просто едут за хорошей жизнью. Но если бы они работали, хорошо, но они же не работают. Зачем им работать, если они получают пособие? Вот в чем фишка вся. Что люди годами живут и не работают, не платят налоги, а получают все за счет налогоплательщиков. Вот это, конечно, печально, что происходит в Германии. Так что это было мое личное мнение. Пишите свои комментарии. Будем обсуждать. С вами был Андрей. Всем пока. Продолжение следует...